Алла с удовольствием помогает в лесхозе вот уже три года. Полит грядки с молоденькими сосенками, ухаживает за ними. За особый труд это не считает, работает в удовольствии. Пока о будущей профессии не думала, но, возможно, знания и навыки пригодятся ей, если она решит учиться в лесном вузе. Это легкий труд. Он кажется легким для каждого, каждый сможет сделать это. Поэтому это несложно, это даже увлекательно и полезно. Сколько же ты посадила леса за эти три года? Не считала того? Я не знаю, но я считаю, что много. Работы дети выполняют каждый сезон. Девочки занимаются прополкой, ребята помогают им сажать молодые всходы сосны, а потом прореживают их. В помощь лесхозу каждую весну, а лето и осень приходят не меньше десяти школьников. Цель приучить, может быть, или показать детям, как ведутся работы в лесу, чтобы, может быть, кому-то это понравится, да, и в дальнейшем будем рассчитывать, что они поступят в лес технический, какие-нибудь институты или техникумы, и вернутся к нам работать. Эти подростки – ученики Вяжлинского филиала Устинской средней школы. По словам директора, взаимодействие с лесхозом здесь давнее и прочное. По сути, предприятие едва ли не единственное место трудоустройства в поселке. Дети работников лесхоза учатся здесь и помогают старшим. Местное школьное лесничество – одно из сильнейших в регионе. Ребята занимаются в подготовленном кабинете, учатся у профессионалов, изучают историю лесного дела по уникальным историческим материалам, которые хранятся в самом большом подобном музее области. Материалы предоставил лесхоз, большую часть материалов сделали. Наши работники вместе с учениками периодически проводятся там музейные уроки. Он проводится экскурсией, приезжают к нам дети из других школ, из маршанских школ приезжали. Приезжали из маршанских детских садов дети на экскурсию. В детях здесь закладывают мысль, которую в своих работах выразил наш земляк и ученый Владимир Вернацкий. Беречь природу для будущих поколений и не относиться к ней потребительски. Это демонстрируют на деле, показывают, как пусторезом прореживают нежно-зеленую поросль, которая начала уже тесниться в ряду, или как трактор при помощи специального культиватора обрабатывает из сорняков молодые всходы сосны. Этот лес можно в полной мере назвать реликтовым. Только вдумайтесь, ему почти 150 лет. Эти почти 4 гектара сосны в 1882 году посадили по методике графа Павла Дмитриевича Киселева. Его считают основателем системы искусственной посадки лесов в нашей стране. Этот бор-патриарх – живой пример такого трепетного отношения к природе нынешних работников лесхоза. Они сберегли его в лихие 90-е, чтобы показать детям, внукам и правнукам его красоту и свежесть. А еще научить их относиться к природе как к своему дому, бережно и с большой любовью. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Александр Кобзарев, Область новостей.